Все, Матушка. Благодарю. Ваше Пресвященство, Святая Владыка, достатчетимые отцы, благословите начать новый блок нашей конференции, который называется «Отцы, Святые и Девы, Непорочные», и она будет посвящена Святому Великому Антонию. Святый Великий Антоний родился в 251 году в Египте, являясь основателем анахорецкого или иными словами отшельнического жития. Родился он в Египте в благородной семье, достаточно богатых и зажиточных египетских христиан. И вот если читать «Жития святых», которое Дмитрия Ростовского, там вот такое небольшое указание, родился он в копской семье. Здесь нужно сразу понять, что мы имеем в виду копты как египтене, а не те копты, которые уже образовались после Халкидона 451 года. Антоний любил ходить в храм и жил так, как учили его святые книги, храня чистоту сердца. Что еще нужно сказать? Что родители его старались воспитывать так, чтобы он знал только их, свой дом и свою родную сестру. Больше они не общались. И, естественно, церковь Божия. В 20 лет он остается уже без родителей, с малолетней сестрой. И однажды, когда он был в церкви, он слышит голос, слышит слово евангельское, что «продаешь свое имение, и гряди вслед мне». Это, как бы сказать, не было новым, потому что внутренний голос его сердца, он давно спрашивал себя, как же жили христиане, когда они раздавали все свое имущество, и как к этому прийти. Господь как бы отвечает ему, слова западают в его сердце, он часть имущества сразу раздает и немного оставляет для своей сестры. Однако, опять был в церкви, чуть позже, он опять слышит голос Господа, «Не беситесь, а наутрии давлений везло бы его». И он раздает оставшуюся часть имущества, сестру отдает попить неизвестным деканистам того места, где он проживал. Первые шаги в однаждовском уединении он делает под руководством одного старца, жившего недалеко от селения Антония. Как благоразумная пчела, посещал всех он известных отшельников, извлекая для себя полезную пользу и опыт. Пытался он, одел рук своих на средства, вырученных от продажи своих изделий, он кормил нищих. Первые искушения, которые проходят Антония, наверное, были, пожалуй, известны всем тем отшельникам, которые жили недалеко. Дьявол приводил ему мысли о имении, о проданном имуществе, о необеспеченности сестры, о величии рода. Мысленно представлял перед его глазами тяжелую путь монашеского житья. Антоний сопротивлялся терпениям, верой и горячей молитвой. После стали приходить юношеские искушения. Это ночные мечтания, нечистые помыслы, виды прекрасной женщины. И святой Антоний опять же сопротивлялся бодрствованиям, постам, мыслей о гигиенском огне, о вечных мучениях после страшного суда. Однажды дьявол являет своему в образе черного страшного утра. И говорит ему, я соблазнитель на блуд, многих я ввел в искушение, но тобою побежден. Интересно, что здесь сразу проявляется смирение святого Антония. Он ему говорит, Господь мой помощник, и освозрена враги моя. И этот утра, значит, сатана, он исчезает. Это была его первая победа над дьяволом, которая была одержана с помощью благодатной силы Христова и его усмиренного сердца. Антоний понимал, что враг и не отступится, и он стал более и более изнурять свое тело, чтобы, победив в одном, не дать над собой победу в другом. Постился он до захода солнца, а иногда через два дня вкушал только пищу. Масло он не употреблял вообще. Пища, хлеб и соль, при небольшом количестве воды. Спал на рогоже или просто на земле ночью проводил в молитве. В 270 году он поселяется в гробнице на безмолвии, куда изредка знакомый приносил ему пищу. Полчища бесов подвергали его таким божественным побоям, что, как говорил он сам, он лежал как мертвый. Его мучения превосходили всякие человеческие страдания. Однажды бесы так его избили, что друг, который приходил и иногда приносил ему хлеба, подумал, что он мертв. Его принесли в селение, люди стали читать по нему уже отходную молитву, но ночью вдруг заметил, что Антони пришел в себя. И он попросил его отнести его на место. И происходит такой удивительный, умилительный, в общем-то, диалог между Антонием и Господом. И он говорит, «Где был ты, милосердный Иисусе? Где был ты? Почему с самого начала не явился исцелить мои раны?» И был к нему голос, «Антоний, я был здесь, но ждал, желая видеть твое мужество. Теперь же, после того, как ты твердо выдержал борьбу, я буду всегда помогать тебе и прославлю тебя во всем мире». 285-й год. В 35 лет, он начинает свой новый подвиг. Он предложил его разделить со своими первыми отцами, у которых он брал советы, в частности у одного старца. Но он отказался. Это был новый подвиг. Нужно было уходить очень далеко в пустыню. Святой Антони уходит один, находит огражденное место у горы. Также знакомые приносят ему два раза в год хлеб. Антони его не видит. Принимает этот хлеб через небольшое окон со в кровля. На месте этом он подвязается 20 лет. Пока желающие подражать его жизни, они сами не разломали вход в его жилище. Удивление в нем было предела, потому что они увидели перед собой старца, жившего в таких тяжелых подвигах, но со светлым лицом и здоровым телом. С этого времени он стал учителем подвижнической жизни и вождем на пути к небу. Когда же настало время потрудиться не только для своего спасения, но на пользу другим, к жилищу Антония собралось много людей, желавших подражать его жизни, которые стали просить его, чтобы он дал устав и иноческая жизни. Возвысив свой голос, Святой Антоний сказал, «Для научения исполнению заповедей Божьих совершено достаточно и божественных писаний, однако нельзя не считать делом, если братья взаимно будут утешать друг друга словами, поэтому открывайте мне, как дети отцу, то, что видите. Я же, как детям, буду сообщать вам то, что узнал из продолжительного опыта». И далее. Прежде всего, пусть у всех вас будет общим правилом, чтобы никто не ослабевал в подвиге, который он предпринял на себя, но каждый пусть всегда стремится, как лишь начинающий умножать и увеличивать начатое. Я здесь сделала такие, может быть, выписки. Просто объяснила сейчас, батюшки. Вот у меня была такая книга Святого Антония. Не знаю, сейчас вам видно. Вот такая она книга. Здесь около 500 его наставлений. Я честно сказать, что это очень сложно было так работать. Я выписала то, что было, может быть, созвучно в моей душе, моему неблубокому уму. Поэтому прошу извинить. Кто-то, может быть, когда будет перечитывать, найдет что-то созвучное себе. Поэтому прошу извинить. Наставление о церковной жизни. Дело церковное. В смотрении за церковью и богослужением должны быть поверяемы мужу верному и Бога боящемуся. Не вскрывай отца своего греха, сделанного тобою. В среду и пятницу не разрешая поста. Здесь я сделала... Хорошо, вы также извините, ссылку на Номаканон. Вы знаете, там есть правило 214-215. Анон цареградского Никифора. Он пишет, что арчи-священник не постится в среду и пяток, то у него не достоит причаститься. Но, конечно, он сделал такую пометку, что бывает какая-то благословенная вина, или это служба бога евренская, или здоровье не позволяет у священства. Василий Великий пишет, что разрешая среду и пяток, все распинают Господа, якожа иудеи. Ибо в среду Господь предастся, а в пяток распятся. Обличая и справляя детей своих духовных нещадно, потому что с тебя взыщется осуждение их. Если кто есть, они окажутся достойными осуждения на страшном суде. Ну вот, батюшки, я хотя и выписала такие... Ну, нужно все-таки понимать, что это он говорит своим монахам, которые отрекаются от мира, от своей воли. Вот к мирянам не совсем могу сказать, что это безопасно делать, потому что потом иногда наблюдаешь, как миряне батюшек просто не щадят буквально до того, как и обоим повесить или еще что-то. Поэтому тут нужно немножко беречься. Не вставляя воли Божией, чтобы исполнить волю людей. Вот я хотела бы сказать, что знаете, как пишется у Дмитрия Ростовского, Святой Антоний был неграмотен. Однако, вот если мы посмотрим на все его наставления, они все находят полное отображение в евангельских словах. То есть это дальше тоже будет прослеживаться. Дальше. «Не отвергай того, кто ищет веру во Христа, не всем открывая помыслы свои, чтобы не быть в соблазне брату своему». У батюшки Серафима Саровского было такое замечательное одно наставление, говорила о сестре. «Если ты сама не можешь сохранить твою тайну, как же могут ее сохранить другие?» «Кто не принимает наставления твоих, не говори их тому, не осуждая никого. Женщин, не позволяя приближаться к себе и не потерпи, чтобы она вошла в твое жилище, потому что вслед за нею идет буря умыслов». Опять же, здесь жилище имеется кейля монаха, однако я хотела бы все-таки, знаете, батюшки сказать о некоторых таких моментах из своей скромной жизни, монашеского опыта. часто приходят женщины, которые говорят, что они улюблены своих приходских батюшек. Это очень сложная ситуация, поэтому, конечно, опять же повторюсь, что Антоний пишет это для своих монахов, однако я все-таки выписала, перенесла это ко всем нам. Думаю, что это очень полезно. Если какой брат придет к тебе и откроет пугозны, смотри, никому их не пересказывай, но молись о себе и о нем, да спасет вас Господь обоих. Отцы в своих духовных клеве больше, чем родители плотские, потому что те заботятся о тебе ради Бога. Как только ударят в била, не ленись в тот час идти в церковь. От ближнего живут и смерть, ибо если мы приобретаем брата, то приобретаем Бога, а если соблазняем брата, то грешим против Христа. Мы, люди, будем стараться жить правильно и, размышляя о смертном часе, не грешить. Будем рыдать и плакать, непрестанно умоляя Бога, чтобы Он не попустил нам ожистеть во грехах, и смерть не застала бы нас прежде покаяния. Никто без искушений не может войти в Царство Небесное, учил Святой Антоний. Не будь искушений, никто бы и не спасся. Вот я здесь о чем говорила, что как бы Антоний был безграмотен, однако, в соборном послании Святого Апостола Якова, блажен человек, который переносит искушения, потому что, был испытан, он получает виние жизни. Ну и так далее, которые, думаю, все священники знают. Господь праведный моздовоздаятель, и в каком веке смерть застегнет человека, зато он и будет осужден. Вставая от сна, не будем надеяться дожить до вечера, и, отходя ко сну, будем помнить, что, может быть, не доживем до утра, проводя так каждый день, как ежеминутно ежеминутно ожидающий смерти, пренебрежем всем тленом, потеряя для нас всякое значение женская любовь, погаснет огонь похотливости, и будем мы тогда прощать друг другу грехи. Лесо Святого Антония было всегда озарено особенной благодатью, и душевная чистота его всегда отражалась в веселье его лица. И насколько он был светел, и приветлив по внешности, настолько же чист, и дивно непоколебим вере. Когда Ариане распустили ложный слух, будто бы Антоний мыслит с ними заодно, тогда Святой вышел из своей пустыни, пришел в Александрийскую церковь, и в присутствии епископа и всего народа проклял Ариан и исповедовал Сыном Божием не тварью, но единосущным Отцом, Творцом мира. Это настолько впечатлило весь народ, что они шли за ним толпами и говорили, желаем видеть человека Божия. И в те дни крестил столько много народу, сколько не было крестин за весь год. Константин Великий, его дети, желали пламенно видеть святого Антония и заочно полюбили его. И просили его приехать в царствующий град. Антоний разрушил об этом и не мог решиться, как поступить ему. И по своему смирению он спросил у своих духовных чад, у своих отцов, и говорит, как мне быть, идти ли мне к царям? На что ученики ответили ему, если пойдешь, будешь Антонием, если же не пойдешь, будешь Ава Антонием. И Антоний остается у себя в пустыне. Однако он пишет царю Константину и его детям письмо. Преподобный, похвалив их за исповедание веры Христовой, внушал им, чтобы не гордились властью в этой жизни, но чтобы, хотя и сидят на царских престолах, не забывали, однако, что они люди, больше же всего, чтобы помнили о будущем в страшном суде, на котором должны будут дать отчет в том, как они пользовались властью. Преподобный убеждал их быть милостивыми к людям, наблюдать правосудие, быть отцами для нищих и несчастных сирот. Наставление юным. Если ты молод, не протягивай руки в своей прежде других, потому что это не скромно. Нечто подобное, батюшки, я читала просто в самом элементарном этикете, который и до сих пор перепечатывают. Весь этот этикет он, в общем-то, и базируется на всех христианских наших заповедях. Никакой нет пользы изучать науки, если душа не будет иметь доброй и боговодной жизни. Причина же всех зол есть заблуждение, прелесть и невидение Бога. Как можно воздерживайся от шуток и от забавных речей. Избери себе труд, и он вместе с постом, молитвой, эвгениями, избавит тебя от всех сквер, потому что телесный труд приносит чистоту сердца, а чистота сердца делает то, что душа приносит плод. Знай, что если будучи здоров, ты живешь за чужий счет, то поедаешь состоянием бедных и немощных. Однажды некоторые философы хотели посмеяться над неграмотностью святого Антония, на что он спасил их. Что появилось раньше, ум или письмена? Они не знали, что ему ответить. Так вот, сказал святый Антоний, в ком здоровый ум тот может и не нуждаться в письменах. Однажды брат подошел к святому Антонию, у него не хватало ревности, придя, он спросил его, попросил помолиться о нем. Великий старец ответил ему, ни я, ни Бог не жалится над тобою, если ты не будешь заботиться сам о себе и молиться Богу. Чем возгревать ревность? Я позволила себе выписать некоторое тезисы, знаете почему? Потому что сейчас... Батюшка. А, да. Тут, наверное, нужно пояснить, ревность два значения имеет. Ревность по Богу. Да. Тут имеется ревнование по Богу, то есть усердие к божественным делам, а вовсе не страсть, ревность одного человека к другому. То есть усердие, да. Спасибо, Господи, Владыка. Спасибо, Господи. Вот, знаете, просто часто встречаются такие высказания, что вот есть внутреннее выгорание у человека. И вот чем возгибать ревность? Наверное, тогда, когда, может быть, есть это выгорание. Первое, памятью о смерти. Памятью о том, что будет после смерти. Страхом Божьим. В самом Тоне говорил о себе, я уже не боюсь Бога, я его люблю. Наиболее сильнейшим побудителем ревности является любовь к Богу. От любви к Богу приходит радость доброго делания. Наша ревность ненадежна, если в сердце нашем не будет ощущения сладости жизни по Богу. О Святом Писании. Прежде всего, говорил Свят Антоний, вы должны твердо помнить, что Бог не виновник зла. У Святого Антония был такой, знаете, момент в жизни, он тоже как-то рассуждал о глубине судов Божьих и думал о том, ну почему молодые умирают, а некто живет до старости лет. На что Господь ответил ему, Антоний, сосредоточься на себе. Все это согласно Божьему суду, и тебе неспасительно знать что-либо об этом. Первоначально бесы были мудрыми духами, но за самопревозношение были незринуты с неба и завидуют нам, делают нам зло, опасаясь, что мы наследуем и слабо на небесах. У нас был такой преподаватель как-то однажды пришлось слушать, и он спрашивал ребят вопросы по антопологии там что-то задавал, и ему тоже как-то сказали, ну, вы знаете, мы знаем, что когда Господь создал человека в раю, вернее, что бесы были свергнуты в ад и на место тех мест, где занимали ангелы, человек, Господь поставил человека. Ну, как бы преподаватель так ничего не ответил, и говорит, ну, я пока не могу вам сказать, не читал. Я вот когда увидел у святого Антония это высказание, я его сюда перенесла, потому что, опять же повторюсь, первоначально бесы были добрыми духами, но за самопредотношение были не сдвинуты с неба. Там у нас в бытии есть такой момент, когда говорится о светилах и о создании света. Поэтому я вынесла эту сноску сюда, потому что это всем известно, что о свете здесь понимаются ангельские силы. По борьбе с демонами. Великая сила против дьявола, чистая жизнь и непорочная вера Бога. Сатане страшное бодрствование, живущие по воле божьих людей, их молитвы, посты, кротость, добровольная нищета, скромность, смирение, любовь, сдержанность, больше всего их чистосердечная любовь к Богу. Еще бы хотелось сказать некоторый такой момент, что у Антония Великого есть такой момент был, что ему являлись бесы, и что интересно, они говорили о Писании и спорили. Рассетный Антоний сказал, что я сопроверялся им крестным знамением. Вот сейчас при... Ну, многие даже дети у нас бывают, они не совсем умеют даже креститься и не знают, что крестное знамение освобождает от всего, потому что у нас просто демонизация происходит, и все эти добрые, водяные, добрые, там, еще там, как это нечесть, чтобы дети могли понимать, что нечестной силой может являться, что у них есть крестное знамение, которое оградит от этого. Вот, и еще раз я вот сделала для себя некоторые такие вопросы, которые вынесла, знаете, тоже часто приходят в монастыри люди, вы знаете, настолько много начитают, что-то тебе говорят, говорят, я, к сожалению, не начитанный человек, вот, и у святого Антония я вынесла вот три вопроса, которые, если кто-то будет читать, обратили на них внимание, мясо совсем не ешь, ну, как бы, ну, лучше этого не делать, не советовать, даже если не скажут, что прочитали это у святого Антония, опять же, тело свое изможди, так, чтобы оно было похоже на тело, лежащее на адрее болезни, и уже... Матушка, про мясо не совсем понял, ну, у святого Антония есть вот выражение, мясо совсем не ешь, но я считаю, что если, как бы, молодой человек подходит и говорит, что я не хочу есть, ну, как бы, мясо, потому что я у святого Антония прочитал, ну, я думаю, что это... это монахом наставление наставление, я понимаю, что это монахом, но миряне только по благословению своих духовников, при прочем усердии, не совсем это понимает, вот так, и далее, тело свое изможди, чтобы оно было похоже на тело, лежащее на две болезни, опять же, тоже, вот, и в описании жития преподобного святого Афанасия, он первым написал жития Антония Великого, есть такой момент, значит, он говорит, значит, когда тебе приходят какие-то вот, ну, как бы, видения, не впадая в боязнь, спела, спросила, кто ты и откуда, тут тоже очень вопрос такой, непростой, вообще разговаривать с пришедшими духами, ну, не рекомендуется, вот, поэтому, я его вынесла, потому что я сама непосредственно прочитала это в житии как бы Афанасия Великого, дальше. Если мы будем идти царским путем, то никогда не будем увлечены новитниками нашими, ни справа к чрезмерному воздержанию, ни слева к неродению, беспечностью и разленению, рассуждение есть око души. Умирая, святый Антоний дал наставление своим ученикам, не унывайте, дети мои, трудитесь с неославным усердьем, живите как бы ежедневно, готовясь к смерти, старайтесь проводить благочестивую жизнь и, несомненно, получите награду на небе. Избегайте всякого общения с середиками, вам известно, что я ни разу не беседовал с ними по причине их дурных замыслов и их христоборной ереси. Больше же старайтесь исполнять заводи Господня, чтобы святые приняли вас после вашей смерти в вечное обители, как сродников и друзей. Помните, размышляйте, всегда рассуждайте об этом. Святой Антоний ушел стихо радости на лице ко Господу, когда ему было 104 года. Молитва Весетовая Антония Великого Господи, помилуй нас. Владыка, благодарю, простите, пожалуйста. Матушка, хотел бы уточнить по поводу толкования книги Бытия что свет можете слайд вернуть? Да. Пожалуйста, сделаем. Может быть, я не внятно объяснила, значит, у вас святой Володико, простите, давайте, вы зададите вопрос, я попытаюсь ответить. Вы привели здесь Бытие первую главу. Да, да, святой Володико. Ну, как бы, я пыталась как-то тут объяснить, найти в Бытие о том, о том, действительно есть подтверждение тому, что беды, которые были светлыми ангелами, они были изринуты с чертова в небес, когда была небесная война, когда ангел Михаил застудился, сказал, кто я, как Бог, и они были не изринуты вниз. И иногда возникает вопрос при чтении Библии, когда был создан свет, и потом, опять же, было создано два светила, великие, светила большие, великие. Давайте тут я поясню, какое общее толкование от цифр, говорят. Значит, сначала создавил Бог небо и землю, по словам небо имеется в виду ангельские силы. Вот. А когда про свет говорится, то это уже творение нашего мира. Ну, и наука сейчас говорит, что расстояние между светом и материей не так уж и бесконечно. То есть свет как совокупность всей энергии. Ну, то есть когда говорится о сотворении света или светил, тут уже никим образом нельзя понимать о сотворении ангелов. Наш катехизис говорит, что сотворил Бог небо и землю. Вот по словам небо имеется в виду ангелы. И все. Дальше уже про землю все говорится. Спасибо, Господи, Владимир, извините. Да. Благодарим маршрута Вифа. Ну, единственное, я может добавлю с общего разрешения о ученике Аве Антонио. У вас в дальнейшем не планировалось это про Павла Припростова рассказать? Ну, вот и конец. Ну, тогда можно я скажу, немножко время еще есть. Вот. Как-то пришел к Аве Антонио, причем как пришел, был дедушка, такой верующий христианин, а жена у него, видимо, помоложе была и нечестивая. И однажды он возвращается к себе домой, застал, что жена изменяет ему с любовником. Он этому любовнику говорит, ну, вот и хорошо, бери ее себе, сам корми, а я уже тогда от нее свободен. Пошел в пустыню к Аве Антонио, обратился, захотел стать его учеником. Ну, Ава посмотрел, что тут уже ветхий весь, дедушка, и говорит, отец, иди в город, там, молись по силам, спасайся, а в пустыне ты не сможешь жить, я не смогу тебя взять. Ну, все-таки Павел настаивал на своем желании, Ава Антонио его сильно много испытывал, прям, сначала оставил его за пределами своей кельи, потом долго очень сам не кушал и, соответственно, не кормил гостя, чтобы как бы испугать его подвигами, чтобы тот вернулся и по силам подвязался там в миру. Но, все-таки, Павел все выдержал, все эти испытания. Вот, и был такой случай, когда к Аве Антонио привели одного бесноватого человека. Ава Антонио помолился об исцелении, но оказалось, что там сидит князь Бесовский, и Ава Антонио говорит, мне не дана сила, не дана благодать для изгнания этого чина Бесовского, то есть, очень высокий чин. Ну, те говорят, что делать? Ава Антонио говорит, идите к моему ученику Павлу, он изгонит. Ну, и самому Павлу Препростому дал послушание и знать беса. И тогда преподобный Павел Препростый стал молиться Господи, молитвами отца моего духовного, Ава Антонио, изгони этого беса. Ну, бес, значит, стал мучить этого человека, не выходил все-таки, и потом Павел Препростый говорит, Господи, не сойду с этого места, покуда ты не поможешь, этому несчастному человеку. И тогда бес возопил и вышел. То есть, тут смирился и Ава Антонио, что я не достоин, не могу изгонять таких бесов, и дал ученику, а ученик за послушание по своей простоте, вот, с Божьей помощью и сгнал этого беса. Был еще случай, когда собрались старцы, беседовали о молитве, к Аве Антонио пришли, и по Священному Писанию беседовали, а Павел Препростый, ну, не образованный был, сидел, слушал все, и потом говорит, отцы, простите, можно вопрос задам? Ава Антонио разрешил, говорит, ну, скажи, что ты хочешь? и Павел Препростый, скажите мне, пожалуйста, кто раньше жил, пророки или апостолы? Ава Антонио такой, ой, что спрашивать-то? Ну, как бы, опозорил своего учителя, можно сказать. И Ава Антонио говорит, отец, иди и молчи лучше. Ну, тот пошел. Потом, через какое-то время, ученики Ава Антонио говорят, что ни с кем не разговаривает, Павел Препростый взял на себя подвиг молчальника. Да. Вот. Антонио призывает, говорит, кто тебя благословил? Что ты самочинно так, берешь на себя такие подвиги? А он говорит, отец, спроси, ты же сказал, иди и молчи. Я пошел, молчу теперь. И тогда Ава Антонио уже себя стал смирять, и говорит, о, горе мне, или даже горе нам. Мы плохо исполняем то, что читаем в Писании, заповеди, а этот простой, случайно сорвавшийся слово с языка, исполняет, как заповеди Божьи. Вот. Так вот тоже. С одной стороны, он их всех смирил, с другой стороны, видите, Ава Антонио всегда любое событие направлял на свое смирение. И сам смирялся перед таким своим послушником. Ну, и надо сказать, что Ава Антонио был родоначальником всего монашества. Только разные виды потом еще пошли. Вот. Он как анахарет, отшельник. Затем был аскит, скажите, Ава Макария, его ученик. Вот. И Кеновия, или общежительные монастыри, это Ава Пахомия великий. И вот с тех пор три направления такие есть в православном монашестве. Ну, по-разному, в разных странах разные развивались. Ну, у нас в России больше прижилось общежительные монастыри. Ну, для отшельников там специальные скиты еще делают, более уединенные. Вот. Ну, и так все монахи почитают Ава Антонио Великого за родоначальника монашеского жития. Он достиг равноапостольской благодати, мог воскрешать мертвых, провидел, конечно, как пророк. Уже, видите, один его приход способствовал тому, что в Александрии крестились тысячи людей, видя его, видя святую жизнь, видя благодать, которая на нем почует. И многих он обратил от ереси к православию. То есть, только человек своим бытием, своей жизнью, вот, уже так благодатно влияет на других людей. Об Ави Антонио написано, конечно же, в Житиях Святых Дмитрия Ростовского, написано в Отечнике Истового Игнатия Брянчанинова по учению и житии Ави Антонио. Поэтому, конечно, советуем всем почитать. Вот, а Матушку мы сегодня благодарим за интересный рассказ, за хорошую подготовку. Спасибо, Господи Матушку. Еще, знаете, пока все на связи, хотел бы, сегодня мы служили в Роговской в Матушке в Монастыре, потому что праздник, все можете Матушку поздравить с праздником. Да, престольный праздник, Мария Магдариновича. И посмотрел там, что очень много девчат приезжают на каникулы, одна проблема с ними, то уезжать не хотят. Так трудятся, с усердием разных возрастов, школьного возраста. Вижу, что много там работ, и благодарю тех, кто недавно ездил, помогал, в качестве волонтеров, помощников, паломников. Ну и хотел бы предложить, мы, наверное, распоряжение издадим, чтобы каждое благочиние хотя бы раз в два месяца, я думаю, не будет это большой нагрузкой, раз в два месяца послали туда человек 20. Ну, я думаю, что это реально. Ну, то есть вам за лето, можно сказать, один раз выпало собрать в благочиние 20 человек, ну, как минимум. И там своя программа, пораньше приезжаем, в 6 часов потрудились, до 10 хотя бы, до 11 уже тяжеловато. До 10 потрудились, потом трапеза, потом по монастырю пройтись, беседа с матушкой, и записки пишите, упоминовения своих родных, и здесь в монастыре будут уже молиться.